Актуальные вопросы, важные темы, компетентные мнения. Здравствуйте! В эфире первого мытищенского итоговая программа. Меня зовут Юлия Федериненко и прямо сейчас мы расскажем о самых значимых темах этой недели. В Московской области приступила к работе Общественная палата нового созыва. Ее численный состав 90 человек. Наибольшее число мест получили представители образовательных учреждений, промышленности и бизнеса, пенсионеры и члены некоммерческих организаций. Общественные палаты созданы в каждом из 70 муниципальных районов и городских округов Московской области. Средний возраст членов муниципальных общественных палат 44 года. Большинство из них женщины 52 процента. Самая большая палата после объединения муниципальных образований сформирована в городском округе Коломна. В нее вошли 66 человек. Общая численность членов муниципальных общественных палат составляет 2350 человек. Кроме того, кандидатам, не вошедшим в состав палат, предложено стать консультантами-экспертами. А это еще около полутора тысяч активных жителей Подмосковья. Таким образом, в регионе сформирована общественная коалиция по поддержке инициатив губернатора Московской области. Ее главными задачами будут организация и ведение общественного контроля над властными структурами, а также выстраивание системы обратной связи с институтами гражданского общества. К работе на этой неделе приступили и члены Мытищинской общественной палаты нового созыва. Первое заседание носило учредительный характер. Работу начали с организационных вопросов. Выбрали председателя, двух его заместителей и утвердили количество и наименование рабочих комиссий. Как прошло обсуждение кандидатуры и кто теперь представляет интересы жителей, смотрите в следующем сюжете. Общественная палата третьего созыва в полном составе. Длительный поэтапный отбор завершился. В результате сформировался коллектив из 45 единомышленников. 30% из них – новички. Среди вошедших в палату есть представители религиозных организаций, национальных автономий, общественных организаций поддержки инвалидов, многодетных семей, специалисты, курирующие вопросы образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, молодежи и патриотического воспитания. В первую очередь хотел бы пожелать вам удачной работы, хотел пожелать бы вам терпения, потому что знаю, с какой улыбкой в душе и воодушевлением люди приходят в общественную палату. Когда на них наваливается, то ко второму и третьему году работы все сложнее и сложнее, все сложнее собирать кворум и прочее, прочее. Так вот, мне бы хотелось, чтобы вы с этим задором прошли все три года своей работы дружно, чтобы у вас все получалось. Честь открыть учредительное заседание предоставили самому старейшему члену палаты, Галине Алексеевне Навцене. Я хочу вас просто от души поздравить, что вас избрали, вы избраны, и вам пожелать плодотворной работы. Работы много, проблем огромное количество. Это я вам как председатель совета ТОССу говорю. Очень. Жители волнуют многие проблемы, и они надеются на общественную палату. И жаждут, что будет все у нас нормально. После слов поздравления члены палаты приступают к выбору председателя и его заместителей. Елена Сюмак предложила кандидатуру Игоря Саваша на пост руководителя Матищинской общественной палаты, которую ранее сама успешно возглавляла. Участники заседания кандидатуру поддержали. Хотел поблагодарить, конечно, прежде всего, председателя общественной палаты бывшего садзова Елена Сюмак. Огромную работу сделала, и работая с ней в качестве заместителя, я приобрел большой опыт. За что я оборваю, спасибо, и я считаю, что вам достойно аплодисментом. Заместителями председателя стали Елена Сюмак и Михаил Соколов, в предыдущем садзове также занимавшие эту должность. Большую дискуссию вызвало количество комиссий и их наименование, а также их состав. Одни предлагали объединить несколько комиссий в одну, другие наоборот, отдельно вынести работу, к примеру, по таким направлениям, как строительство и дорожное хозяйство. Комиссию по делам молодежи и по патриотическому испытанию объединить, а создать комиссию по транспорту и дорожному хозяйству, потому что в этой области очень много проблем на населении. Дискуссия получилась бурная. Коллектив подобрался инициативный. Учредительное заседание длилось больше трех часов. В результате утверждены и председатели комиссии и их составы. В такой кампании общественной палате предстоит работать ближайшие три года. Судя по первому заседанию, можно предположить, что активность этого созыва будет высокой. И к другим темам выпуска. В понедельник в Мытищах обсуждали подготовку объектов коммунального комплекса и жилого фонда к предстоящему отопительному сезону. Выездное совещание проходило под руководством заместителя министра регионального ЖКХ Владимира Мельника. По его словам, 1 августа готовность должна быть на уровне 60%. Такую задачу поставил губернатор Подмосковья. А как на самом деле муниципалитеты готовятся к зиме, расскажем далее в нашем выпуске. Первый и основной вопрос выездного совещания – подготовка к отопительному сезону. Сейчас она в среднем по области составляет 30%. В Мытищах чуть больше 43%. К началу августа профилактические и ремонтные работы в домах жителей и на ресурсоснабжающих предприятиях должны быть выполнены больше, чем наполовину. Есть отставания в целом ряде муниципальных образований. И что особо меня беспокоит, Дмитрий Юрьевич, это по жилому фонду «Ноль». Вот здесь я вообще не очень понимаю. Потом объясните, сейчас мне не надо. Пока. Но, честно говоря, здесь очень вызывают большие вопросы, сомнения и так далее. И целый ряд других муниципальных образований, которые по готовности котельных, по готовности тепловых сетей и так далее. Просто прошу иметь в виду, что вы должны вот это все дело ответить, проанализировать. Еще один вопрос, который рассмотрели участники совещания – ремонт подъездов. Самое большое количество парадных предстоит привести в порядок в Мытищах – 888 и Пушкинском районе – 913. Однако, по данным на 1 июля, в том же Пушкине ремонт не выполняется ни на одном из объектов, а у нас в работе 132 подъезда. По объемам выполненных работ лидирует Долгопрудный. Там уже отчитались за треть отремонтированных подъездов. Но на 1 июля исполнение программы ремонта подъезда в многоквартирных домах должно составлять 38%. Владимир Мельник акцентировал внимание и на сроках выполнения работ по ремонту Кровель. Особенно важно здесь помнить о качестве. Чтобы мы потом не окраснели друг за друга, чтобы мы потом вместе не разбирались с жителями и так далее, то мы должны сделать вот эту программу так, как я сказал, взвешенно. И именно ровно те работы, которые можно сделать. Все-таки есть у меня такое-то общее пожелание руководства и так далее, что две трети все-таки объема мы постараемся сделать в этом году. Но, тем не менее, очень взвешенно к этому вопросу подходить. Условно говоря, раскрывать Кровель ровно столько, сколько есть кровельных бригад одновременно, которые выходят на работу и так далее. И пока не завершат, значит, не приступать ко остальным и прочее. Обеспокоенность в вопросах подготовки к зимнему периоду вызывает и несогласованность с Министерством обороны. Как и в предыдущем году, проблемными остаются микрорайон 25А в Мытищах, а также дома, расположенные в поселке Беленинова. В улице Широкая были переданы ряд объектов коммунальной инженерной инфраструктуры. В текущем году распорядительным документом Министерства обороны. Однако Мытищинская теплосеть, теплоснабжающая на источник тепловой энергии, попасть не может. В связи с тем, что там находится организация подведомственная по-прежнему Министерству обороны. То есть, что происходит на данный момент на этом объекте, понять невозможно. Готовность его понять невозможна. В совещании приняли участие представители ряда муниципалитетов, Государственной жилищной инспекции, регионального министерства ЖКХ. Сроки и объемы обозначены. Работы необходимо выполнять ускоренными темпами до начала отопительного сезона. Остается два месяца. Ремонтные работы сейчас активно ведутся и на социальных объектах. По данным пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой, на подготовку школ к новому учебному году в 2017-м выделят свыше 2 миллиардов рублей. Работы эти стартовали 15 июля и должны быть завершены до 15 августа. В нашем городском округе к 1 сентября отремонтируют 12 школ и 18 детских садов. Подготовка образовательных учреждений ведется в соответствии с утвержденными планами и муниципальной программой развития образования городского округа Мытищи. Общая сумма финансирования работ составит более 155 миллионов рублей. Наша съемочная группа побывала в лицее номер 2. Там ремонтируют пищеблок и спортивную площадку. Причем завершить работу обещают даже раньше среднеобластных сроков. Меньше месяца назад строители приступили к работам на этом объекте, а руководство образовательного учреждения уже с гордостью показывает, как благодаря перепланировке помещений удалось с третьего на первый этаж перенести медицинский блок. Конечно, здесь еще предстоит установить мебель и все необходимое оборудование, но это уже мелочи. В той же цветовой гамме выполнен и пищеблок, расположенный частично на первом и втором этажах здания. Он включает и обеденный зал. Сейчас здесь как раз и ведутся работы. На данный момент поменяли все коммуникации, и водоснабжение, и канализацию, и вентиляцию. Все отделывается современными отделочными материалами, и самым помещением пищеблока, и обеденный зал. Капитальный ремонт выполняется с использованием современных строительных материалов. И, конечно же, с учетом всех необходимых стандартов. Теперь в лицее номер два будут созданы более комфортные условия как для поваров, так и учеников. Работы строители обещают завершить к 10 августа, и это вполне реально. На объекте задействованы почти три десятка человек. Часть в здании лицея на отделочных работах, а вторая половина обустраивает спортивное ядро. Вот установлены новые тренажеры уличные, беговая дорожка, теннисная площадка, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, поле для мини-футбола. Но мы надеемся, что у нас жители нашего микрорайона теперь не будут использовать наш стадион как площадку для выголособак. Она будет использоваться нашими детьми по прямому назначению. Установка силовых элементов – это следующий этап благоустройства школьного стадиона. А пока здесь укладывают новое покрытие. В резиновую крошку добавляют сухую краску, а затем скрепляют клеем. В итоге получается прочная и безопасная поверхность. Школа очень старая. Новое здание было построено в 61-м году. Конечно, никакого капитального ремонта не производилось. Первая основная часть здания – это вот раньше. Да, в 36-м году старое здание было построено. Поэтому давно требовалось. И мы очень рады, что наконец-то нас обратили внимание. В летний период этого года работы по капитальному или частичному ремонту проводятся в 30 муниципальных образовательных учреждениях. В 18 детских садах и 12 школах. На каждом из объектов предстоит выполнить свой объем работ. Где-то отремонтируют входные группы и заменят оконные блоки, а где-то санузлы, актовые залы, учебные классы, обустроят пандусы. На эти цели из бюджета округа будет направлено более 150 миллионов рублей. Кипит работа и во дворах жилых многоэтажек. 10% детских площадок должны ежегодно обновляться. С задачей, поставленной губернатором, наш муниципалитет успешно справлялся и ранее. В 2017-м необходимо отремонтировать 50 игровых зон. Модернизированная детская площадка на улице Юбилейной на днях уже готова принять детвору. Дарья Ильинская разбиралась в этом вопросе. Вот здесь, в тени деревьев, до недавнего времени проводили все свободное время маленькие и не очень маленькие жители домов улицы Юбилейной. А теперь, как говорится, почувствуйте разницу. Конечно, нам классно. Вышел из дома и площадка. Как раз вот смотрим, что и как. Они очень быстро построили. Прямо практически, не знаю, прям вот на глазах. Четыре дня, наверное, и вот она, честно говорю. Поэтому я очень жду. Прямо мы ходим, смотрим. Нам нравится. Эта дворовая территория попала под программу модернизации детских игровых площадок. За две недели, согласно требованиям закона Московской области о благоустройстве, установили игровое оборудование, сделали безопасное мягкое покрытие из переработанных шин. Остались, что называется, последние штрихи. После этого сюда зайдут специалисты-озеленители уже МКУ Леспархоза. И здесь будет сделан газон, восстановительное зеление, посажены кусты и наведен окончательный порядок. На сегодняшний день полностью выполнены работы по благоустройству на 12 дворовых территориях. И еще 8 площадок на днях смогут принять жителей от мала до велика. В общей сложности на радость жителям и их детям обновятся 50 дворов. Много сейчас работы и у сотрудников надзорных ведомств. На этой неделе специалисты главстройнадзора в рамках операции «Осторожно каникулы» выехали с проверкой строительных объектов округа. На этот раз сотрудники ведомства посетили 16-й микрорайон, площадку, где возводятся два жилых дома. Итоги проверки в материале Анны Раченковой. Хочу обратить внимание, у вас близ территории расположены объекты социального назначения, жилые дома. Сейчас идут летние каникулы. Хотелось бы посмотреть наличие и состояние вашего ограждения строительной площадки. Давайте пройдем, обойдем посмотрим. Строительство 38-го и 39-го корпусов в 16-м микрорайоне идет быстрыми темпами. Но это никак не должно влиять на жизнь людей, которые стали соседями масштабного строительства. Тем более, потенциально опасный строительный объект не должен привлекать детей и подростков. Залог безопасности – охрана и качественное ограждение. На это и направлено внимание специалистов главстройнадзора в рамках операции «Осторожно каникулы». По словам представителей застройщика, на объекте выполняются все требования. Да и с жителями соседних домов конфликтов не возникает. В нашем случае никаких претензий не поступает. Наверное, была одна максимум какая-то претензия, и то по освещению. Ну, прожектор попадал просто в сторону дома. Вот, это замечание было устранено в течение получаса, и в дальнейшем никаких замечаний в наш адрес не поступало. Мы следим за порядком, за чистотой. Но при проверке зоркий глаз специалистов надзорного ведомства нарушение все же заметил. Металлические детали, готовящиеся к вывозу с территории объекта, опирались на ограждение. Тем самым создается опасность деформации забора или вовсе его падения. В процессе обхода строительной площадки совместно со строителями, ну и вы также это могли видеть, есть случаи, где строители допускают складирование материалов, непосредственно оперев их на ограждение. Тем самым ограждение приходит в негодность, что мы можем увидеть. Вот стойка завалена, сейчас прям при нас ее хотят устранить, эту проблему. Это небольшие ли нарушения? Ну, это нарушение незначительное. Мы думаем, что в ходе проведения проверки, у нас проверка для счастья длится 20 дней, что в ходе проведения проверки строители устранят все и получат положительный акт проверки. В противном же случае застройщиков ждет административный штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Исправление всех замечаний сотрудники главстроенадзора обязательно проверят, повторно посетив этот объект в ближайшее время. На этой неделе в мытищинских СМИ и социальных сетях активно обсуждалась еще одна важная тема – ремонт дорог. Уже в понедельник автомобилистов предупредили о том, что на реконструкцию закрывается сразу ряд магистралей. И вот случилось. В четверг движение по эстакаде на Олимпийском проспекте ограничили. На очереди ремонт на улице Мира. Подробности о ходе работ на этих автодорогах нашей съемочной группе рассказали специалисты ГБУ Московской области «Мосавтодор». Анна Раченкова с подробностями. Эстакады на Олимпийском проспекте – лидеры голосования на портале «Добродел». Порядка 280 человек высказались положительно за ремонт этого участка. Зимой 2017-го запас прочности дороги иссяк. После каждого перепада температуры на дорожном полотне появлялись новые выбоины. По словам специалистов, это свидетельствует о том, что причиной всех бед является изношенный слой гидроизоляции. Испытания показали, что целостность конструкции моста не нарушена. Вода попадает в поры по зиме. Она замерзает, естественно, сужается, по лету расширяется. За счет этого происходит разрушение. Особенности ремонта – полное снятие дорожной одежды, гидроизоляции старой, локальный ремонт выравнивающего слоя быстро твердеющими бетонными смесями, устройство гидроизоляции, устройство защитного слоя из литого асфальта и два слоя щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси «ЩМА-20». Процесс обновления магистрали затянется до 30 сентября. В этот период движение автомобилей на 240-метровом отрезке будет осуществляться по половине проезжей части. На ней появятся три полосы, одна из которых станет реверсивной. Совмещать ремонт эстакады будут с заменой асфальтового покрытия на участке Олимпийского проспекта, от перекрестка с круговым движением напротив торгового центра «Альта» до пересечения с улицы Белобородова. Ремонтные работы планируется начать 20 июля, а с 1 августа движение будет ограничено на улице Мира. Там у нас более масштабный ремонт. Там будет ремонт сваи, защитного слоя, выравнивающего слоя. Помимо этого, там будет расширение пешеходной зоны. Поэтому и дольшее время займет производство работ. А именно мы планируем где-то с 1 августа по 15 ноября. Ну, посмотрим, как нам будет погода помогать в этом плане. Вот, может быть, и раньше закончим. Еще одна наболевшая тема для мытищенцев – состояние автомобильной дороги по улице Угольной. В этом году большая ее часть почти постоянно находится под водой из-за обилия дождей. Дорожное полотно разрушилось. Но в программе 2017 года капитальный ремонт этого участка не значится. Сейчас ставится задача отвезти воду и выполнить текущий ремонт дороги либо ямочным ремонтом, либо дорожными картами. Значит, обследование ближайшей экватории показало, что, наверное, есть возможность на сегодняшний день несколько понизить уровень воды. И уже сегодня-завтра будут проводиться мероприятия по данному направлению. Первый этап – это понизить уровень воды для того, чтобы она не появилась на дорожном покрытии. Затем частичная простушка проезжей части и выполнение ремонта. В следующем же году состоится масштабная реконструкция дороги. Сейчас проект капитального ремонта обсуждается с Лесфондом, поскольку прилегающая территория находится на балансе этого государственного учреждения. Единственное решение – это поднять полотно до такого уровня, при котором подобные потопления не создадут транспортных препятствий. Ремонт магистрали – это хорошо. А еще лучше – их строительство. Вот и городостроители видят в расширении автодорог перспективы для развития всего города. Архитектурный облик Мытищ в последние годы приобретает новое содержание. Застройка жилых микрорайонов, развитие инфраструктуры открывают возможности для создания комфортной городской среды, которая используется успешно, хотя не обходится без проблем. Что сегодня наиболее актуально в архитектурных проектах, изучал наш корреспондент Сергей Берзин. Ему слово. Мытищи преображаются на глазах. Монументальные архитектурные ансамбли пока, может, и непривычны, но это уже реальность. А вообще-то Мытищи с высоты птичьего полета в разных районах выглядят как выставка нескольких десятилетий архитектурного стиля конструктивизм. Они разные, но общие черты – это строгость, лаконичность форм, геометризм и монолитность облика. Конструктивизм – основное направление в 20-м и 21-м веке. Его критиковали за упрощенность, но сегодня новые дома выглядят более нарядными. Архитектурный облик только подчеркивает главную задачу – строительство жилья нового поколения. В строительстве комфортного современного жилья, наверное, мы преуспеваем больше всего сегодня в стране, особенно в центральных регионах. А все остальное, да, тоже вот подтягивается. Кстати, очень серьезная работа сегодня ведется по внешнему облику, не только по внешнему, по внутреннему насыщению. А это и есть создание той городской среды, в которой человек должен чувствовать себя комфортно. В Мытищинской городской проектной мастерской эта проблематика прорабатывается детально. Если говорить о городе в целом, да, то сегодня главная проблема в городе, не только в нашем, начиная с Москвы и заканчивая там самыми окраинами России, это сегодня проблемы транспорта. Нам первое надо развивать, строить больше дорог. Второе, если говорить о нашем городе, да, у нас замечательный, зеленый, но не до конца системный город. Этим сегодня нужно активно заниматься и активно обустраивать с точки зрения эстетики. Газон, деревья, соответствующие кафе, места отдыха. Чем больше и чаще горожане находят себе занятий вне стен дома, чем больше времени они проводят на улицах, тем лучше социальная обстановка в городе. Это подтверждают многие исследования. Но создать такие условия в устаревших кварталах, обветшалых и тесных, очень сложно. Они строились совсем в другое время под другие задачи. Дать больше недорогого жилья. Мы в городе уже вплотную к этому подошли. И больше того, такие проекты уже начинают реализовываться. И выхода-то у нас другого и нет, потому что все свободные территории, они практически все освоены. Вот поэтому, да, предстоит реконструкция, так как это делается во всем мире. Дойдет очередь и до промзон, которые со временем оказались чуть ли не в центре жилых районов. Им применение тоже найдется. Безусловно, будущее и за экологическим благополучием. Чистый воздух, вода, леса – залог успешного и здорового развития города и его жителей. В Мытищах сегодня реализуют несколько масштабных проектов. Один из них касается реабилитации реки Яуза. Этот водный объект включен в программу губернатора Московской области и предполагает несколько циклов. Самый первый и важнейший из них – добиться полного прекращения сброса в реку грязных стоков и бытового мусора. Без этого дальнейшая реабилитация не имеет смысла. На сегодняшний день уже выявлены десятки мест несанкционированного сброса ливневых и загрязняющих стоков вдоль берега реки. Это не так просто. Река настолько заросла, что даже подойти к берегу можно только прорвавшись через густой кустарник. Впрочем, наиболее болезненные места видны издалека, их немало. Это настоящая болезнь. Не зря программа называется медицинским термином – реабилитация. Хотя раньше все было не так. Сохранились свидетельства совершенно другого состояния реки. Так она выглядела сто лет назад. Сравнение не в пользу дня сегодняшнего. Но на то и направлен проект реабилитации. Почти 10 километров водной поверхности реки будет очищено от накопившегося за десятилетия мусора. А он продолжает накапливаться в самом разном виде. От крупных предприятий течет настоящим потоком. На сегодняшний день начнутся рейды совместно с Министерством экологии буквально на следующей неделе. И поэтому всех, кто незаконно осуществляет сброс, будут острофованы. И, соответственно, их будут понуждать к строительству очистных сооружений. В первую очередь прекратить загрязнение водного объекта. Тогда можно только делать реабилитацию. Потому что вы понимаете, что нельзя лечить, как вы говорите, больного, если он постоянно нарушает режим. Река способна к самоочищению. Это доказано и теоретически, и на практике. В этом и есть цель проекта реабилитации. Но в реабилитации нуждается не только река. Экологическое благополучие зависит от каждого из нас. К примеру, банальные резиновые покрышки, которые, кстати, удачно вторично перерабатывают, наносят серьезный урон окружающей среде. А ведь при грамотной утилизации или переработке из них, как и других бытовых промышленных отходов, возможно сделать массу полезных вещей. А главное – сберечь природу. Очередная акция по сбору старых шин проходит в эти дни в Подмосковье. Наш корреспондент выяснил, становятся ли грамотнее автовладельцы в этом вопросе. То, что автомобильный поток на наших дорогах давно перемахнул за 100 тысяч единиц, никого не удивляет. Сотни тысяч колес шуршат по мытищенскому асфальту. Они же со временем, отработав свой срок, уходят в утиль. Груды покрышек на обочинах портили пейзаж не один год. Теперь их днем с огнем не найти. Все в дело пошли, благодаря программе по производству покрытий из резиновой крошки. Количество этих покрышек как раз три штуки здесь, получается одна плитка. Четыре таких плитки, один квадратный метр площади мягкого покрытия. Эта детская площадка занимает около 100 метров, значит нужно не менее 400 плиток. А в очереди на мягкое покрытие стоит более 200 детских площадок. Шин на переработку потребуется еще очень немало. Мы по городу собираем с контейнерных площадок ежемесячно порядка 450 таких покрышек. Но у нас организованы по городу мытищи две площадки пункта сбора. Пункты сбора находятся на улицах Станционная 2А и Коминтерна 25, прямо на месте переработки. Отработавших свое покрышек требуется все больше и лучше прямо туда их и доставлять. Тем быстрее они займут свое место по назначению. Сегодня в каждом дворе хотели бы видеть детскую площадку с таким мягким покрытием. Чудо-плитка показала себя отлично. Детям особенно нравится резвиться на такой разрисованной в клеточку площадке. А мамы не боятся ссадин от каждого падения, хотя без них все равно не обойтись. Плитка пришлась по вкусу всем. Ну а чтобы производство такого нужного покрытия шло без перебоев, отработанные шины лучше всего сдавать прямо на месте переработки. Так они быстрее окажутся на детских площадках. А сейчас историческая страничка. Гостей, приезжающих в Мытище, удивляет большое количество необычных и интересных памятников у нас в городе. Жители округа уже привыкли и к разноцветным кранам, и к самовару, и к яркому желтому самолету. Но мало кто знает, как Мытищи связаны с самолетами, и почему именно памятник ПО-2 разделяет улицу Сукромка. Советская авиация, которую фашисты еще в первые дни войны объявили разбитой, уничтожила более двух тысяч немецких самолетов. И продолжала систематически истреблять самолеты противника, громить аэродромы и военные объекты. Уже итоги первых трех недель войны доказали провал гитлеровского плана молниеносной войны. Мало кто знает, что герои знаменитых воздушных сражений Великой Отечественной свои первые победы завоевывали здесь, в небе над Яузой. В 1936 году на территории Мытищинского района создается аэродром, который производит обучение летчиков Мытищинского школы Освеяхима и также школ Боушева, Монина и других аэродромов. О том, что на этом месте располагался аэродром, где тренировались воспитанники Мытищинского аэроклуба и будущие герои Советского Союза, теперь напоминает только памятник легендарному ПО-2. Этот учебно-тренировочный самолет конструкции Поликарпова все авиаторы любили за простоту и живучесть. И он прекрасно подходил для первоначального обучения в летных школах и аэроклубах Освеяхима. Было решено, что в год он должен выпускать 200 летчиков, 200 планиристов, 176 парашютистов и 200 техников для обслуживания самолетов. Аэродром занял поля колхоза соревнований между Яузой и Ядреевским лесом. Средства на постройку аэроклуба собирали всем Мытищинским районам. «Химкомбинат» вступает в юридические члены аэроклуба, на свои средства приобретает самолет и передает его аэроклубу вместе с отобранными кандидатами для учебных полетов. Поэтому в аббревиатуре «Общество содействия обороне» кроме «Авиа» звучит «Хим». Получилось «Осавиахим». «Территория аэродрома была открыта в 1936 году по распоряжению Мытищинского районного исполкома в то время. И просуществовал он довольно-таки длительное время, до 60-х годов. Вот я помню еще маленьким ребенком, уже в то время, конечно же, самолеты не летали и парашютисты не прыгали, а вот планеры еще запускали в то время. И вот в районе с нынешнего «Экобазара» находилось футбольное поле. И на нем, я помню, такую картинку детскую, в памяти она запечатлелась. Стоит планер, на крыльях висят несколько десятков человек, натягивается канат, и планер взлетает в воздух. Если бы Владимир Фролов родился чуть позже, он бы уже не застал полетов, планеров и прыжков парашютистов. Они прекратились в начале 60-х, после одного случая. В верхних этажах здания, где сейчас находится детская библиотека, это угол Матросова и улицы Щербаковой, повелись парашютист, он не справился с потоками ветра, и его занесло, и он опустился и зацепился на балконе. И очень долго там висел, его не могли снять. Бедолаги помогли, благополучно сняли, а вот полеты и учения с тех пор в Мытищих прекратились. Тренироваться переехали на летное поле в Химке, а на месте, где по два разделяют улицу Сукромку, находилась посадочная полоса. А взлетали учебные самолеты там, где находится памятник Героя Советского Союза Нине Максимовне Распоповой. За два года до войны ее направили в Мытищинский аэроклуб летчиком-инструктором. Ну вот бюст и балериев, который мы видим, он был установлен уже после смерти Нины Максимовны Распоповой. К сожалению, она его не увидела. Но память о том, что вот именно в этом месте находился взлетная полоса, вот как раз проходит проспект ветеранов. От рядового летчика до командира звена. 805 боевых вылетов, тысячи часов налета. За освобождение Севастополя удостоено звание Героя Советского Союза, прославленная советская летчица. Ночные ведьмы. С ненавистью называли ее полк фашисты. Она и после войны всю жизнь посвятила защите мира. Нина Максимовна была довольно-таки открытым, хорошим, добрым человеком. Это человек, который был первым общественным директором парка Мытищи. Кто сказал, что люди не летают, как птицы? Те, чему подвигу посвящен памятник ПО-2, были едины со своей крылатой машиной. Относились к самолету как к другу, боевому товарищу, который не раз спасал в бою. Знаменитый наш Распопова, вот как раз ее фамилии, да, фамилии Байкова, Лебедева, Алехина, Горнаева, Железнова, Яшинова. Это те герои-летчики Мытищинского ракула, которые получили знаменитое звание Героя Советского Союза. Кого-то возмутит желтый цвет самолета. Неправда? Наши ПО-2 были зелеными. Все верно, ошибки нет. Не желтый, а золотой цвет, настаивает художник памятника Валерий Андросов. Золотой, как звезда Героя Советского Союза. И к спортивным событиям этой недели. В округе завершился турнир по стритболу «Реальные кабаны». Уже девятый год подряд в рамках этих соревнований отношения выясняют сильнейшие любительские команды Мытищи и ближайших городов. Кто на этот раз стал обладателем Кубка, узнаем из материала Анны Раченковой. Если бы эти спортсмены поверили прогнозам синоптиков на прошедшую субботу, финальную часть турнира «Реальные кабаны» пришлось бы перенести. Но в этот день погода явно была на стороне уличных баскетболистов. Турнир «Реальные кабаны» проходит уже 9 лет. Его участники – это в основном выпускники Мытищинской с дешор по баскетболу. Остальные же учились о зам на уличных спортплощадках. Начало чемпионата зародилось 9 лет назад, когда мы были выпускниками спортшколы по баскетболу. Мы организовали чемпионат среди своих друзей и знакомых. Со временем к нам начали подтягиваться друзья из соседних городов, люди, с которыми мы раньше играли, знакомые. Здесь помимо профессиональных баскетболистов также приходят любительские люди, которые занимались баскетболом, которые занимаются на площадках. Спорт объединяет стритбол. Это у нас уличная культура, которая в 2020 году будет олимпийским видом спорта. И у нас задача его развивать и развивать в нашем городе. Для прохождения финальный этап 12 команд два месяца боролись за выход из групп. Сегодня сразились 8 сильнейших. Это ребята из Пушкина, Ивантеевки, Москвы, Долгопрудного и, конечно же, Мытищ. Наш округ представляют 4 команды. Сиси Кейдж, Олдскул, Антихайп и трое с одышкой. Участники последней на пару лет брали тайм-аут, а сейчас новыми силами готовы идти в бой. Составлена команда из ребят, все знакомые, все бывшие выпускники из Дюшор нашего. Решили заявиться, поиграть, потому что уже несколько лет не заявлялись. Смена обстановки, отдохнуть немного от семьи, от детей, от работы. Найти время, выбраться, побегать с парнями. Ну и для здоровья полезно. Поддерживают такую инициативу и спутницы спортсменов. Ну, естественно, мы относимся к этому хорошо. У меня муж уже далеко не подросток, очень далеко. Поэтому это спорт, это жизнь, это активность. Ну, это очень контактный вид спорта. Мы очень переживаем, когда ребята играют, как и раньше профессионально, как и сейчас любители. Очень хорошие соперники, но мы, конечно же, болеем за наших. В итоге весь пьедестал чемпионата реальной кабаны 2017 достался мытищинским спортсменам. Первое место у Сиси Кейч, второе досталось команде Трое с одышкой. Бронзовыми призерами стали спортсмены из команды Олдскул. Несмотря на то, что турнир является любительским, его победители в скором времени представят наш округ на областном уровне. В сентябре команда Сиси Кейч отправится в город Ногинск, защищать интересы нашего муниципалитета на кубке имени Давида Яковлевича Берлина. Короткое российское лето – замечательная пора, когда из душных спортивных залов можно перейти к занятиям спортом на свежем воздухе. В мытищах этой теме уделяется особое внимание. На сегодняшний день на территории муниципалитета расположено более сотни спортивных площадок, большинство из которых включают несколько зон, например, для активных игр и для занятий на тренажерах или турниках. Съемочная группа первого мытищинского решила узнать, как жители поддерживают идею массового спорта и оценивают условия для занятий. Я много чем занимаюсь. И штангой, и волейбол играю, и большой теннис, и маленький теннис, и боксирую. То есть общее развитие. В парке, я так поняла, вы находите место для… Конечно. Ну, здесь, в принципе, все условия есть, созданы. Хотя вот сами даже докупаем что-то из инвентаря. Штанги, гантели. Но в целом хорошо. Хорошо столы поставили недавно теннисные. Все-таки не хватает площадок, не хватает в том числе где-то и качества этих площадок. Почему? Потому что на ряде площадок там столы вот эти устроены так, чтобы невозможно закрепить стандартные крепления для теннисных сеток. А также, ну, хотелось бы, чтобы таких вот мест, вот как здесь, да, их должно быть больше. В принципе, это все считаемо, да, то есть это можно посчитать, сколько здесь человек находится регулярно, да, и сделать такие места в нескольких районах города. Ну, а вообще вы сами занимаетесь каким спортом? Только теннисом? И пользуетесь ли услугами профессиональных центров, либо вы сами себя развиваете? Ну, ранее я пользовался услугами профессиональных центров, но там в связи с рождением маленького ребенка, ну, ребенка, я стал заниматься самостоятельно. И в том числе, как бы, я пользуюсь постоянно подобными площадками и стадионами, которые есть в городе. Вот что именно вам нравится, что не нравится? Мне нравится то, что есть вот такое ограждение, в котором есть все. Турники, брусья, для волейбола площадка. Еще есть элементарь, который спортивный тоже. Это мне очень нравится. В нашем округе с этим все отлично. У нас бесплатный парк, куча пляжных стадион, ну, пять площадок. Затем у нас есть торпеда, затем у нас есть строитель, затем у нас есть арена-мойтища, где всем этим занимаются. Так что у нас очень много условий для этого. Вот мы когда на соревнованиях ездим, приезжаем на другие пляжные площадки. Вот в Солнечногорске, допустим, пляжные площадки на хоккейной коробке сделаны. Так что у нас получше это все дело проходит. Таковы были главные события уходящих семи дней. У меня на этом все. Увидимся через неделю. Команда Первого Матищинского желает вам хороших выходных и позитивного настроения. До свидания.